Деньги, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Надирайся. Сегодня мы будем делать здоровый прогноз на февраль 2024 года. Раскладывать я буду 12 домов гороскопа и посмотрим основные сферы вашей жизни. Устраиваемся на расклад. Поехали. Вы как личность, внешность, амбиции, деньги, ресурсы, движимое имущество, общение, короткие поездки, дом, предки, род, семья, наследство, недвижимость, удовольствие, увлечение, таланты, дети, работа, повседневные задачи, партнерства, чужие ресурсы, чужие большие деньги, деньги супруга, путешествия, иммиграция, дальние поездки, карьера, профессиональный рост, статус, друзья, родственные души, отношения в социуме, цели мечты и уединения и тайны. Давайте смотреть. Начнем, безусловно, с вас. Первый дом – это вы. Вы как личность, ваша внешность, амбиции. И данная карта говорит о том, что будет выход из какой-то сложной ситуации. Опять-таки, если вы чувствовали какие-то ограничения, не могли посмотреть в каких-то моментах, правьте глаза, либо открыть свой внутренний потенциал, то в феврале месяце все поворачивается в более позитивное русло, потому что сможете избавиться от каких-то ограничений, сможете избавиться от каких-то негативных мыслей, настроиться на более позитивный лад и, безусловно, разрешить какие-то вопросы, которые не давали вам чувствовать себя на высоте. Вот эти вопросы, они будут разрешены. То есть, очень позитивная карта. Далее. Второй дом – это наши деньги, ресурсы, недвижие имущества. И данная карта говорит о том, что за это придется побороться. То есть, легко даваться не будет, но свое получить вы сможете. Как это может проиграться? Да, действительно, для кого-то здесь проигрывается как защита прав человека, как какие-то демонстрации, как разговоры с руководством для того, чтобы вам дали либо повышение по зарплате, либо перевели на более высокую должность. Но в любом случае здесь будет прогресс. Он будет даваться сложно, но вы получите желаемое. Общение. И здесь у вас прекрасная карта, которая говорит о том, что общение будет позитивным. Опять-таки, здесь достаточно позитивный круг друзей. Люди обмениваются информацией. Позитивное общение с сестрами и братьями, соседями. И если у вас есть детки, здесь могут быть их успехи. Например, в начальной школе могут быть призы, победы в каких-то соревнованиях и так далее и тому подобное. То есть, очень позитивная карта. То есть, новости будут для вас позитивные, хорошие. Опять-таки, здесь может быть и любовь, и забота, и поощрение, и спасибо за то, что вы есть в этом мире, и за все то, что вы делаете для своих родных и близких людей. Друзей, опять-таки же. Далее. Ваш дом. В плане дома. Выход из какой-то сложной ситуации, из какого-то кризиса. Для кого-то это может проиграться так, что были какие-то у вас переживания в плане своего здоровья, либо переживания в плане здоровья своих родных и близких людей. Но какая бы ситуация ни была, идут перемены и перемены в позитивное русло. То есть, финансовые вопросы в плане дома вы сможете разрешить. То есть, сможете найти ресурсы и финансы для того, чтобы решить наболевшие вопросы. Пятый дом. Удовольствие, хобби, увлечение, таланты. И здесь у вас шестерка Пентакли. Прекрасная карта, которая говорит о том, что вам удовольствие может быть помочь другим людям. Это может быть финансовая помощь, это может быть то, что вы соберете какие-то вещи и отдадите на благотворительность, да, то, что вам не нужно, но в принципе хорошего качества и может послужить на пользу другим людям. Это может быть то, что вы кому-то помогли и просто довольны собой. Потому что эта энергия, которую вы отдали, да, вот финансовая какая-нибудь помощь, это вернется вам в старейце. Человек добрый, человек, который любит помогать другим людям. Это прекрасно. Далее. Шестой дом – это ваша работа. Повседневные задачи, навыки, забота, рутина и здоровье. В плане здоровья данная карта очень хорошая, потому что она говорит о том, что будете работать над тем, чтобы повысить свой иммунитет. Кто-то решит заняться спортивными упражнениями. То есть это может быть и пилатес, и йога, это может быть и просто зарядка, физкультура. Основной аспект – это то, чтобы держать себя в здоровом теле, в здоровом духе. Далее. В плане различных повседневных задач. Здесь их у вас может быть много, но опять-таки у вас будут и силы, и энергии на то, чтобы с ними справиться. Далее. Седьмой дом – это дом партнерства, и здесь у вас двойка мечей, которая говорит о том, что не все очень радушно. Есть какие-то моменты в вашем партнерстве, на которые вы закрываете глаза, просто не признаете, что да, так обстоят дела, и хотите это видеть. Опять-таки может проиграться еще тот момент, что бурлят какие-то эмоции, но вы их держите в себе. На данном этапе времени не готовы обговаривать эти моменты со своим партнером. Опять-таки это в плане тех людей, у которых есть партнеры. Для тех, у кого есть бизнес-партнерство, здесь может быть несогласие по каким-то вопросам в плане развития или в плане ведения этого бизнеса. Сор здесь нет, но что-то вас не радует, что-то теребит душу, и эти вопросы, безусловно, нужно будет обсуждать. Для тех, кто не встречается ни с кем, данная карта говорит, что на данном этапе времени, в принципе, закрываетесь от отношений, потому что у вас другие приоритеты. Далее. Чужие ресурсы. И вам выпадает десятка пентаклей, прекрасная карта. Карта больших денег. Что здесь может быть? Здесь может быть ваш супруг, ваш партнер, который является основным добытчиком в семью, и человек, который приносит достаточно большие деньги. И этими деньками, безусловно, можете распоряжаться и вы, как партнер, как жена, либо как муж, в зависимости от того, кто меня смотрит. Далее. Может еще проиграться так, что вы, в принципе, рассчитываете на семейную поддержку, на поддержку рода, потому что здесь могут быть ваши родственники, которые не бедные сами по себе, и вам тоже здесь может что-то перепасть. Девятый дом, дом путешествий. И девятка чаш говорит о том, что, да, исполнение вашего желания. Если хотели куда-то поехать, где-то побывать, да, это исполнится. Для тех, кто хочет поступать в высшее учебное заведение, здесь тоже зеленый свет и исполнение вашего желания. То есть сможете быть приняты в тот вуз, который вы себе наметили. Карьера. Старший аркан «Справедливость» говорит о том, что в плане карьерного роста будет все зависеть от вас. Вот сколько усилий вы приложите для того, чтобы развивалась ваша карьера, столько вы и получите в ответ. Опять-таки, по данному аркану здесь может быть вписание какого-то нового договора, либо соглашения. Давайте посмотрим, в какую сторону это все проиграется. Смотрите, мои хорошие. В плане карьеры будете искать стабильность. То есть рассматривайте позиции, которые могут вам дать уверенность в завтрашнем дне. Стабильная, постоянная работа. Это то, что у вас интересует на данный момент времени. Опять-таки, по данному аркану для кого-то может проиграться на работе состояние критики. То есть вас могут критиковать за что-то. Но позиция у вас достаточно устойчивая. Вы сможете захоронить свое сладкое место. Для кого-то, не для всех, в плане карьеры может проиграться юридическая консультация. Хорошо, идем дальше, друзья. Ну что ж, мои мальчики и девочки. В феврале месяце здесь нарисовывается король жезлов. Мужчина огненной стихии. Чаще всего проигрывается как лев-стрелец, либо овен. И, безусловно, здесь этот мужчина не даст вам сидеть дома. Это может быть ваш друг, это может быть ваш знакомый. Вытащит вас на улицу, заставит вас куда-то пойти с ним, где-то побывать. Могут быть какие-то поездки. И, в принципе, человек, который может дать вам импульс и желание к чему-то стремиться и чего-то добиваться. Здесь хорошая поддержка этого человека вам будет в феврале месяца. И четвертый дом уединения и тайны. Здесь у вас выпадает паш пентаклей. Может проиграться так, что у кого-то может быть беременность. Об этом вы еще не знаете. Для кого-то может проиграться так, что не озвучивание для кого вы можете заработать какие-то дополнительные деньги. Здесь могут быть какие-то скрытые доходы, какие-то подарки, какое-то поощрение, которое вы не афишируете. И, опять-таки, здесь могут быть еще и траты. Траты на детей, например, если у вас есть дети, которые вы тоже никому не озвучиваете и никому о них не говорите. Ну что ж, мои дорогие девы, благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, насколько с вами резонирует расклад. А с вами была я, Анна Дерайзе. До свидания, до новых встреч.